Инвестиции в акции российские компании. Третий этап покупки по стратегии спящий медведь. Привет, меня зовут Павел Абастов и начинается третья неделя с момента запуска моей стратегии по российским акциям. На текущий момент куплено 13 акций и еще 6 я сегодня докуплю. Последнюю акцию куплю на следующей завершающей неделе и портфель будет полностью готов. Сейчас кстати стратегия уже вышла плюс. Вот ты на экране видишь мой профиль Пульс аккаунта. Пульс это социальная сеть для инвесторов, там я веду стратегию спящий медведь и там стратегия показывает уже плюс 0,24%. Что на самом деле здорово, но цель вообще по стратегии это 20% годовых. То есть если ты зайдешь в эту стратегию, там ты сможешь посмотреть всю информацию по стратегии, прочитать все условия и само собой нажать на кнопочку следовать, если тебе это подходит. Ну а дальше я у себя в терминале буду совершать сделки и они будут у тебя повторяться. Вот так вот это все и работает. Цель по стратегии 20% годовых, как я и говорил. Ну а я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы показать тебе эту самую доходность. Перед тем, как я тебе покажу все свои покупки, как всегда небольшой дисклеймер, то что все это видео не является индивидуальной национальной рекомендацией, я лишь показываю акции, по которым я буду совершать сделки в рамках стратегии спящий медведь. Кстати ссылочка на стратегию находится внизу, в описании под видео. Переходи, следуй и инвестируй вместе со мной. Ну а теперь самое интересное. Итак, какие акции я покупаю на этой неделе, а именно 28 августа 2023 года. Ну и сейчас скорее всего 29 ты смотришь, либо позже. В общем, 28 числа я вот такие вот акции добавил в свой портфель в рамках стратегии. И первая акция это акция MVideo. Компания очень недооценена, по моему личному мнению. Можно посмотреть на историю, что было с бизнесом во времена предыдущих кризисов. И как компания преодолевала все свои трудности. Да, само собой сейчас ситуация немножко другая. Но если взглянуть назад в историю, то смотри. Один год обычно компания падает, следующие 2-3 года компания растет, далее боковик и опять все по новой. То есть падение, рост, боковик. Падение, рост, боковик. Так это все и работает в этой компании. Ну и по моему личному мнению, компания сейчас прошло дно, и она постепенно начала расти. И вот сейчас, думаю, самое время, чтобы ее покупать и добавить в свой портфель в рамках стратегии. Следующая это акции Renaissance. Знаем бизнес компании изнутри, там реально все хорошо. Покупал в твоей портфеле эти акции еще по 45 с лишним рублей. Кстати, сейчас доходность по позиции 150%. Но по моему мнению, компания все еще дешевая. Тут замячили дивиденды, да и показатели хорошие. В общем, решил добавить эти акции в портфель в рамках стратегии. Третье это NLMK. Чистый доход год-году вырос на 130 с лишним процентов. В общем, жду хороших дивидендов и само собой роста котировок этих акций. На самом деле, больше добавить мне по этой компании нечего, потому что она качественная. Следующая это Россети FSK и ES. В общем, тут не будет сюрпризов и ракет. Я ждаю медленный, но уверенный рост. И в общем, мне особо тоже добавить нечего. Это хорошая, качественная, стабильная компания. Предпоследняя это группа LSR застройщик. Думаю, арктическая ипотека может положительно сказаться на бизнесе. Да и судя по статистике выдвиненных ипотек по стране, всем нашим застройщикам есть куда расти. Я думаю, группа LSR тоже может забрать свой кусочек пирога и заработать на этом. Поэтому добавляю в свой портфель. Ну и последняя это акции компании FOSAGR. Потому что я жду рост в 34% на ближайший год от этих акций. Да и вообще, тут дивиденды скоро будут. Компания платит стабильно, постепенно повышает. В общем, мне другого не надо. Это качественный, хороший, надежный, стабильный бизнес, плачущий дивиденды и сам который тоже растет. В общем, в перспективе ближайших двух лет у компании все должно быть хорошо. Вот что дальше будет, конечно, большой-большой вопрос. Но поживем и видим. Супер, я тебе показал основные свои покупки. Кстати, следующий финальный закуп будет ровно через неделю. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить такое видео. И, кстати, ты тоже можешь присоединиться к стратегии Спящий Медведь и инвестировать вместе со мной и зарабатывать. Как я и говорил в начале видео, стратегию я веду в Тинькофф Инвестициях. Ее можно найти у меня в профиле Пульс, Лобастов Павел. Вот так вот выглядит мой профиль Пульс аккаунта. И внизу есть мои стратегии Спящий Медведь и Спящий Дракон. Спящий Дракон это стратегия по гонконгским бумагам. А стратегия Спящий Медведь это как раз таки вот эта вот стратегия по России с Химаксом. Хочу напомнить, что под стратегию желательно открыть отдельные бройки таких счет, либо счет ИИС, и далее можно завести туда рубли, далее открываешь стратегию Спящий Медведь, нажимаешь на кнопочку следовать и следуешь. Но дальше я у себя в терминале совершаю сделки, и они автоматом повторяются на всех счетах, которые подключены к этой стратегии. Кстати, про счета. По стратегии есть ограничение на сумму, которую могут люди инвестировать в рамках стратегии, которую я могу управлять, то есть количество мест ограничено. Поэтому пока есть места, успеваю подключиться, потому что количество мест ограничено. В принципе, я тебе показал все, что хотел, напиши обязательно в комментариях все, что ты думаешь по поводу данного видео, по поводу данной стратегии. Вообще, если тебе видео казалось полезным, интересным, информативным, пожалуйста, поставь лайк, чтобы поддержать меня. Ну и само собой подписывайся на канал и смотри мои видосы. Ну а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Лобастов, увидимся в следующем видео и пока-пока.